уже снимаем можно нафармить опыт резервы и получить уникальный стиль что тариф игровой дает премиум танк премиум аккаунт и и что еще лбзн тарифе игровой фармите опыт резервы и уникальный стиль переходи по ссылке и подключай тариф игровой от ростелеком и world of tanks привет всем друзья у меня сегодня для вас интересные новости в официальном сообществе world of tanks вконтакте появилась информация по поводу польских танков там немножко говорили что уже скоро будет целая ветка но конкретнее сейчас поговорим и собственно разработчики своем видео поговорили именно о новом премия прем танки 8 уровня тяжелом премия обычная стеж когда выходит сначала но в этот раз будет в первую очередь тяжелый танк и что я хочу вам сказать судя по характеристикам судя потому что есть сейчас этот танк замена защитника то есть он по многим параметрам будет сильнее и сейчас мы вместе с вами разберемся я немножко кадров из видео разработчиков выдеру там покажу вам на фоне они но можете собственно сами потом видео на официальном канале танков посмотреть полное я тоже буду на фон выдирать какие-то моменты по поводу этого танка сам буду читать что здесь у нас по ттх есть и будем сравнивать защитником первое что я хочу вам сразу первое что хочу сравнить самое главное это орудие но собственно здесь тоже альфа 440 если вы еще до сих пор этого не увидели 440 альфа и что самое важное защитника какое какая пушка такая косая вся углов склонения нет а что здесь у нас по пушке на здесь разброс 036 у защитника 044 и время сведения здесь 2 и 5 у защитника 32 то есть пушка здесь намного комфортнее гораздо комфортнее орудия при этом ладно бы если дпм был хуже но дпм не хуже перезарядка здесь тоже чуть лучше чем у защитника и но пробитие также хорошие 218 голдой 245 при альфе 440 это вполне ок по пушке получается по всем параметрам этот танк выигрывает защитника плюс плюс к тому здесь еще у вены минус 8 сделали разработчики минус 8 карл при альфе 440 на восьмом уровне ну по идее вы думаете раз раз у этого танка называется пока но пока не называется никак в общем модель какая-то 51 вы думаете раз у этого танка по орудию все лучше значит наверное наверное броня должна быть хуже наверное он должен ничего не отбивать и все принимать но нет танк имеет такое строение во первых башня очень бронированная сочетании с углами минус 8 вы в рельефах будете ну наверное такой сложно уязвимой целью сложно будет вас попасть пробить с учетом того что башня маленькая углы склонения хорошие ну так ладно ладно башня бронированная здесь еще и корпус бронирован здесь такие хорошие углы плюс казалось бы что вот этот вот лючок мехвода очень слаб и туда будет все при пробивать это будет уязвимая зона но разработчики своем видео сказали что там будет приведенки около 300 миллиметров и собственно это не будет уязвимой зоны что ли но во всяком случае вы должны понимать что это супер тест характеристиками финальные мне кажется в таком таком виде танк точно не выйдет потому что но он слишком сильный выглядит по крайней мере сейчас мне кажется что он будет нагибать имбовать и прочее давайте пробежимся быстро по остальным характеристикам 1550 прочность машина на принципе плюс-минус стандартная для восьмого левела я бы убавил сделал 1500 я бы много здесь что убавил откатил бы его немножко на уровень защитника потому что ну так он выглядит реально слишком сильно единственное преимущество защитника перед этим танком судя по всему будет броня корпуса потому что защитник это по сути у него корпус чуть ли не от 10 уровня здесь корпус все таки будет послабее борта будут послабее несмотря вот на то что есть такие прикольные экраны борта будут послабее в целом наверное в лд-шка тоже будет с нлд-шкой более картонные но это единственное преимущество защитника а защитник как вы знаете очень сильный танк он прям прям очень неплохо этот выглядит еще лучше броня корпуса здесь 170 борта 90 90 в принципе это не мало это не какие-то там 70 или 60 90 это хорошая броня бортов но все равно у защитника побольше там будет броня башни 210 лобовой проекции но вы видите какие там углы соответственно башня скорее всего будет непробиваемая плюс 150 борта башни то есть это тоже очень неплохо вообще танк выглядит такой как советский как объект 777 какой-то очень похож реально советский танк плюс альфа такая 440 такое ощущение что это какой-то просто танк типа на девятый уровень такой же как-то 10 какой-то что-то типа того а на самом деле нет это восьмой уровень скорость вот давайте по поводу скорости поговорим немножко скорость поворота башни 28 градусов не сильно не мало ну типа не много не мало нормально вполне скорость поворот на месте тоже 38 но такая так средненько средненько для тяжей и вот интересно больше всего динамика именно максимальная скорость 35 и разработчики на самом деле в своем видео сказали что они будут экспериментировать с динамикой то есть ну так как танк пока отправляется на супер тест они возможно сделают его менее бронированным но более динамичным а сейчас версия такая менее динамичная но более бронированная на самом деле мне кажется если танк будет более бронированный менее динамичен он как раз таки заменит полностью собой защитника это будет тот же защитник только лучше и мне кажется все таки тут надо делать ослаблять ему броню и делать наверное ну больше больше чуть подвижности чтобы он хоть как-то различался защитником чтобы это были разные танки а не одинаковые чтобы этот был во всем лучше обзор базовой 380 метров все стандартно собственно на этом как бы все и так что мы будем иметь это отличное орудие отличные углы склонения плюс хорошая броня башни станка однозначно вот по ттх сейчас по первому взгляду танк выглядит очень сильно и мне кажется таким таким он до финальных финальных тестов не дойдет хотя кто знает эти же самые разработчики выпустили 268 вариант 4 поэтому поэтому я не удивлюсь если именно таким этот танк и выйдет у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел пишите в комментарии что вы думаете по поводу данного танка по поводу польской ветки которая когда-нибудь выйдет я думаю в этом году она выйдет там не знаю точно спасибо всем кто смотрел увидимся когда увидимся всем пока пока